Валерий Лёвин Валерий Лёвин рассказал о различных обращениях граждан. Чаще всего люди жалуются о нарушении их социальных прав, на жилище, социальное страхование, медицинскую помощь, лекарственное обеспечение – одна из часто поднимаемых тем в обращениях. Позднее депутат Госдумы Василий Пискарёв встретился с начальником главного управления МЧС России по Мордовии Андреем Наумовым. Выживить провели работу по проверке состояния пожарной безопасности на объектах, расположенных в Республике Мордовия, там, где собираются люди, там, где есть торговые точки, скопление граждан. Мораторий на проведение проверок субъектов малого бизнеса привел к кемеровской трагедии. Сразу после нее было решено узнать, насколько действующий торгово-развлекательный центр соответствует требованиям пожарной безопасности. Не исключением стал и Саранск. В ходе проверок выявлено почти 2000 нарушений требований пожарной безопасности на 267 объектах. В административной ответственности привлечено 11 юридических, 88 должностных лиц. Это не все еще нарушения рассмотрены. Я думаю, что количество административно наказанных будет увеличено. Трагедия в Кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» послужила причиной создания специальной депутатской рабочей группы. Она занимается обобщением и анализом различных законов, которые регламентируют правила безопасного пребывания людей в общественных местах. Также будут изучены документы, связанные с вводом в эксплуатацию зданий с их внутренней отделкой. Василий Пискарев возглавляет эту депутатскую рабочую группу и предложил Андрею Наумову определенный формат взаимодействия. Собраться нам необходимо будет с руководством республики, пригласить представителей бизнеса и поговорить на тему соответствия, скажем, повышения ответственности за пожарную безопасность, исключая меры по небосновому давлению на бизнес. Поэтому нужна позиция и бизнеса тоже послушать, что им мешает обеспечивать пожарную безопасность. По словам Василия Пискарева, необходимо найти консенсус между всеми заинтересованными бизнес и госструктурами. Массовые внеплановые проверки могут привести к коррупционным случаям. В то же время финансовые интересы предпринимателей не должны влиять на безопасность людей. Евгений Волков, Александр Данилов. Наши новости.